Всем аквариумистам и не только привет! Сегодняшнее видео будет подведением итогов в цикле моих роликов про аквариумы с содержанием более двух лет без подмен воды. Сегодня я не просто своим личным и наглядным способом покажу, что содержать аквариум без подмен воды совершенно нормально, а обосную это, так сказать, с научной точки зрения. Простите, так как не имею научных званий, статей и книг, буду вынужден обратиться за помощью к старшим и умным, в том числе, как раз имеющим научные звания и выпустившим множество научных трудов, статей и книг, в результате чего получивших всемирную известность и признание. Кроме того, сошлюсь на практический эксперимент по содержанию аквариума без подмен воды с тестами, замерами и обоснованием проведенным Ермолаевым. Может кто не знает и ассоциирует эту фамилию исключительно и только с удобрениями, но Сергей Ермолаев это, между прочим, кандидат химических наук, автор научных публикаций, посвятивший более 10 лет научной и практической деятельности, в том числе в области аквариумистики. Для тех, у кого останутся какие-то вопросы по теме, или он сам для себя захочет еще более углубиться в эту тему. Под видео оставлю ссылки на все первоисточники. По ссылкам вы найдете не просто ответ по теме ролика, но и узнаете очень много в целом о содержании аквариума, как говорится от А до Я, именно из профессиональных источников, а не тупо перекопированную друг у друга информацию. Как и многие другие мои ролики, этот не носит развлекательного характера, а является буквально докладом, лекцией, дипломной работы или назовите как угодно. Поэтому либо заваривайте чаё, кофе и начинайте просмотр. Либо просто закройте видео и идите отдыхать. Зачем вам надо разочаровываться в известных источниках аквариумистики и авторитетных ресурсах, как вы будете жить с полученной в этом ролике информацией. Ну а для страждущих знаний и фактов приступим к теме. Вкратце озвучу для новых зрителей и напомню постоянно. Я более двух лет содержу свои аквариумы без подмен воды на доливе. Содержание аквариума без подмен воды означает, что я не совершаю подмен воды в аквариуме хоть с какой-то там периодичностью, типа неделя, месяц, полгода, а делаю это исключительно в случаях, когда возникает в этом острая необходимость, в основном порожденное моими действиями, а не условиями содержания. Чаще всего это редизайн, связанный с выкорчеванием большого объема растений и сильным растревоживанием грунта, то есть поднятием ила. Естественно, что после такой подмены сбивается в биобаланс и аквариум долго приходит в себя. То есть это не то действие, которое улучшает состояние аквариума в целом. Так, к примеру, в аквариуме на 70 литров, 28 месяцев с содержанием без подмен воды, последняя вынужденная подмена после редизайна была более года назад. В аквариуме на 45 литров на окне, 25 месяцев с содержанием без подмен, примерно 10-11 месяцев назад. Вот кто считает, что это и есть содержание аквариума с подменами воды, то есть раз в год или чуть чаще, смело сразу закрывайте ролик, ставьте дизлайк, истина не для вас. На моем канале есть подробные обзоры аквариума в 45 литров и сампа на окне 25 месяцев с содержанием без подмен, и аквариум на 260 литров с содержанием 26 месяцев без подмен воды. Есть еще аквариум на 70 литров, вот уже 28 месяцев с содержанием без подмена воды. Но так как на канале есть подробнейший обзор этого аквариума, когда ему было 21 месяц без подмен, а сейчас ровным счетом ничего не изменилось, то делать повторный обзор на 28 месяцев не стал, а как он выглядит сейчас вы увидите в этом видео. По ходу ролика вы будете видеть как выглядели и выглядят мои аквариумы на протяжении более двух лет такого содержания. В аквариумах росло и растет огромное количество разнообразных растений, в том числе довольно требовательных и не растущих у некоторых в аквариумах даже с подменами воды. Во всех моих аквариумах зрительно перенаселение, то есть огромное количество рыб, да еще и нерестящихся рыб. Постоянно нерестятся скалярии, сомики коридороса, анциструсы, гурами ворчащие, тетраконго, тернецейгло, про живородок я вообще молчу. При этом тетраконго нерестятся почти каждый день, скалярии иногда каждые 10-14 дней. В аквариумах никогда не было хоть сколь серьезных заболеваний у рыб и никогда не производилось никакое лечение. В аквариумах нет и не было водорослей, кроме некоторых незначительных проявлений ксенококуса. К примеру, в аквариуме на 70 литров уже более года даже стекла не чистятся и они прозрачные, не то что растения, которые давно чистые. В аквариуме на подоконнике и сампо на 45 литров также стекла не чистились примерно год. Неоднократно в свои аквариумы я помещал растения с сильным поражением водорослями, такими как черная борода, вьетнамка, кстати видео на канале есть, но водоросли потом загибались. В аквариумах никогда не производилась глубокая сифонка грунта. Было несколько вынужденных поверхностных сифонок, связанных с редизайном, о чем я говорил выше. Теперь естественно о тестах воды. Вот уже на протяжении двух лет, согласно регулярным тестам, даже несмотря на перенаселение, несмотря на то, что в аквариуме не подается СО2, то есть это медленные травмы. Содержания нитратов и фосфатов стабильны и не то, что не превышают нормальных показателей, то есть примерно нитраты не больше 40, фосфаты не больше 2, а в аквариумах на 45 литров и 70 литров постоянно стремятся к нулю. А как нам известно, основная и главная причина подмен всеми и везде озвучивается, необходимость удаления из аквариума, накапливающихся нитратов и фосфатов. Аммиачных и нитритных вспышек никогда не было, чем и обусловлено отсутствие смертности у рыб, кроме как от старости. Что касается старости рыб. К примеру, средняя длительность жизни голубых неонов у меня составила 2 года, при том, что средняя температура воды у меня в аквариуме 26 градусов, а летом достигает и 30. Кто не знает, неоны при средней температуре 22 градуса живут 3 года, а при температуре 27 градусов 1,5 года. За 1,5 года не погиб ни один родостомус из 25 штук, а окрас их головы всегда яркий. Кто не знает, эта рыбка довольно требовательна к условиям содержания и при наличии негативных условий теряет окрас. Это к тому, насколько вредные или невредные условия в моих аквариумах. Я объективно рассказал, что у меня по факту и итогу за более чем двухлетнее содержание аквариума без падвин воды на доливе. А теперь я начну так сказать научное обоснование того, что рассказал. Чтобы максимально эффективно донести информацию, я начну тезисно озвучивать различные источники, давая коротко свои пояснения или комментарии, а в конце ролика подведу итоги, сделаю выводы. Естественно, вы, уважаемые мои зрители, сделайте свои выводы, посмотрев ролик полностью. Начну с Николая Федоровича Золотницкого, одного из основателей русского аквариумного движения, а также международной аквариумистики, автора неоднократно переиздававшейся книги «Аквариум любителя». В своей книге «Аквариум любителя» он пишет. Всю воду менять в аквариуме совсем не следует. Ее можно менять крайне редко и понемногу, то есть ведро 2 в неделю, конечно, в аквариуме вместимостью не менее 7-8 ведер. И только в таких исключительных случаях, каковы, например, когда слишком много накопится грязи на дне аквариума. Воду следует подбавлять по мере ее испарения, которое в сухих квартирах бывает обыкновенно весьма значительное, и добавлять как можно чаще, не дожидая, чтобы она испарилась в аквариуме наполовину, так как в противном случае растения будут страдать и плохо выделять кислород, и рыма будет душна. Вся хитрость такого хода без переменной воды состоит в умении уравновесить количество выделяемого растениями кислорода с количеством углекислоты, выделяемой дыханием рыб и растений. Иначе сказать, надо уметь посадить столько растений, сколько необходимо их для выделения количества кислорода, потребного для поддержания жизни находящихся в аквариуме животных. Цитирование закончил. Внимание, эта книга 1885 года, о Господи, 19 век, какие там фильтры, грунты, компрессоры, и то рекомендуемая подмена 1 ведро в неделю при объеме аквариума 7-8 ведер, то есть менее 15%, и то преобразование грязи на дне. Переходим к Николаю Михайловичу Ильину, одному из известнейших и уважаемых аквариумистов СССР. Михаил Николаевич написал очень много в статей о содержании разведения рыб. Участвовал в многочисленных аквариумных выставках, был удостоен 11 диплом и грамот за селекцию и первое разведение рыб разных видов. За свою жизнь многократно публиковался в журналах на тему аквариумистики и, главное, написал самую знаменитую и известную в СССР книгу «Аквариумное рыбоводство». Михаил Николаевич принимал активное участие в работе Института космической биологии над проблемой создания замкнутой биологической системы. Теперь немного цитат из его книги «Аквариумное рыбоводство» 1968 года. Растения играют важную роль в обмене веществ в аквариуме, прежде всего в обмене газов, необходимых как для самих растений, так и для рыб. Выделение кислорода и одновременно поглощение углекислого газа присуще одним только растениям. Нельзя заменить даже хорошим продуванием воды воздухом. Большую роль играет и поглощение растениями различных органических и неорганических веществ, появляющихся в воде в результате жизнедеятельности рыб и разложения остатков пищи от межших растений. Усваивая растворенные в воде вещества, необходимые для их роста и развития, зеленые растения совместно с бактериями осуществляют биологическую обработку воды, благодаря чему вода очищается от вредных для рыб веществ естественным путем. Никакие фильтры не могут заменить в этом отношении растения и бактерий. В сосудах, лишенных рыб и растений жесткость постепенно повышается за счет испарения воды и попадания пыли. Еще больше может повышаться жесткость при наличии грунта, содержащего кальций. В действующем аквариуме вода постепенно смягчается, так как кальций усваивается рыбами и другими животными, особенно моллюсками, а также растениями, используется на построении их тела. Обычно добавление кальция с водой, наливаемой взамен испарившейся, а часто и его наличие в грунте, не компенсирует снижение жесткости воды, поэтому старая вода, как правило, бывает мягкой. Известно, что даже в очень долго стоящих аквариумах, куда периодически добавляется взамен испарившаяся несмягченная вода, часто не наблюдается сколько-нибудь заметного повышения жесткости. Аквариум представляет собой замкнутую биологическую систему, в состав которой входят все находящиеся в нем животные и растения. В воде аквариума беспрерывно протекают биологические и химические процессы. Для того чтобы вода в аквариуме долгое время оставалась чистой и прозрачной, а рыбы чувствовали себя в ней хорошо, нужно, чтобы в аквариуме установилась биологическое равновесие, то есть состояние, при котором в результате биологической и химической обработки продукты жизнедеятельности животных и растений, а также остатки пищи успевают разрушиться и усвоиться, не принося вреда основному населению аквариума, рыбам. В каждом аквариуме устанавливается свое биологическое равновесие, зависящее как от объема сосуда, так и от количественного и качественного состава животных и растений. Зависит оно и от физических и химических условий в данном аквариуме. Естественно, что равновесие в аквариуме активно поддерживается аквариумистом, он кормит рыбу, удаляет отбросы и чересчур разросшиеся растения, доливает испарившуюся воду или при надобности подменивает часть ее. Чем больше объем сосуда и меньше колебаний физических и химических показателей воды в нем, тем легче установить и поддерживать равновесие. В биологических процессах, происходящих в воде аквариума, принимают участие все животные и растения, находящиеся в нем, но значимость их далеко не равноценна. Здесь будут указаны лишь главнейшие звенья взаимодействия внутри замкнутой биологической системы аквариума. Важную роль в этих процессах играют бактерии и водные растения. Бактерии разлагают различные животные и растительные остатки и переводят их в состояние, пригодное для усваивания растениями. Устраивая аквариум, обычно одновременно, бессознательно создаются условия, благоприятные для жизнедеятельности бактерий. В противном случае биологическое равновесие не устанавливается или нарушается. В связи с этим, особенно важную роль в аквариуме играет грунт, так как именно здесь концентрируется основная масса микроорганизмов, исчисляемая миллионами на 1 грамм грунта. Растения в процессе роста и развития поглощают продукты жизнедеятельности бактерий и тем самым очищают воду. Помимо этого, как уже указалось, растения усваивают углекислый газ из воды и выделяют кислород, необходимый для всех живых организмов, населяющих аквариум. В общем, можно считать, что более активны в этом отношении те растения, которые быстрее растут и развиваются. Одновременно это связано с потребностью световой энергии. У светолюбивых растений более активны обменные веществ, рост и развитие. Таким образом, наиболее биологически активны растения, плавающие на поверхности и в толще воды. Растения, укореняющиеся в грунте, значительно менее активны. Есть и другие организмы, играющие более или менее значимую роль в биологической обработке воды. Вода, простоявшая в аквариуме в течение длительного периода, приобретает совершенно особые свойства. Такая вода, золотницким, была названа старой. По его мнению, она обладает дезинфицирующими свойствами. Соответственно, с этим золотницкий рекомендовал заболевших рыб помещать в аквариум с такой водой. И действительно, вода, длительное время находящейся в аквариуме, становится мягкой, благодаря биологической переработке различных органических веществ в ней. Образуются гуминовые кислоты и накапливается большое количество других соединений. Таким образом, здесь создаются условия, неблагоприятные для жизни и развития многих болезнетворных организмов. Надо сказать, что эти же условия неблагоприятны и для многих рыб, особенно для таких, жизнь которых протекает в водах, богатых кислородом, с нейтральной или щелочной реакцией, отличающейся большой жесткостью. Таким рыбам обычно приходится более или менее часто подменивать воду. В противоположность этому, в старой воде прекрасно живут рыбы из водоемов со стоячей или медленно текущей водой, с грунтом, не содержащим кальций. Подведем итог услышанному. 1. Несмотря на год выхода книги 1968 и имеющиеся тогда условия содержания аквариумов, нигде не говорится о какой-либо частоте подмены, кроме как о подменах по необходимости. 2. Важным условием содержания аквариума автор считает биологическое равновесие в аквариуме между бактериями растениями с одной стороны и наличием гидробионтов то есть рыб с другой стороны. То есть, бактерии должны переработать все, что выделилось рыбами, а растения потребить все, что осталось после переработки бактериями. Никакие фильтры не могут заменить бактерии и растения по мнению автора. 3. Больше всего бактерий селится в грунте. Именно грунт является основным фильтрующим элементом аквариума. 4. Чем больше объем аквариума, тем легче его содержать. 5. Вода старого аквариума максимально обогащена гуминовыми и другими кислотами, а также иными химическими соединениями, делающими ее неблагоприятной для развития болезнетворных и других вредных бактерий. Такая вода по золотницкому, о коем мы упоминали выше, называется старой и именно поэтому старую воду рекомендуется использовать для лечения больных рыб. 6. Вода в аквариумах со старой водой является мягкой, и даже добавление жесткой воды при доливах никаким существенным образом не повышает жесткость. Именно за повышение кислотности и мягкости в воде аквариумов без подмен не могут жить рыбы и растения, которым нужна жесткая вода. 8. И наоборот, эта вода максимально благоприятна для рыб, любящих стоячую и мягкую воду, например, харациновых, а также растений, к примеру, криптокорин. 9. Автор совершенно естественным считает содержание аквариума без подмен воды, разъясняя главные условия содержания такого вида аквариума. Далее переходим к Федору Михайловичу Полканову, окончившему биологические факультеты и аспирантуру Московского государственного университета, имеющего научные звания и широкую известность в аквариумистических кругах, являющийся генетиком или селекционером, написавшего несколько научных трудов и книг по аквариумистике. В том числе он является активным участником исследования программы космической биологии, когда в космос запускали гупии и затем их исследовали. Так вот, Полканов в своей книге «Подводный мир в комнате» пишет, далее цитирую, «многолетним опытом аквариумиста выработаны правила ухода за аквариумом, обеспечивающие содержание комнатного водоема в полном порядке с наименьшей затратой сил». Прежде чем рассказать об этих правилах, условимся, что такое состояние аквариума, когда вода прозрачна, растения зелены и разрастаются, рыбы себя чувствуют хорошо, мы и будем называть нормальным режимом. В основе его создания правильное соотношение между количеством растений, выделяющих кислород, и количеством животных, этот кислород поглощающих. Чем больше растений и чем меньше животных, тем обычно легче уход за аквариум. Не только животные зависят от растений, но и растения зависят от животных. Растения хорошо разрастаются только тогда, когда в воде достаточно выделяемой рыбами при дыхании углекислоты. Значит, плохо и в том случае, если животных слишком мало, но обычно в аквариумах наблюдается излишек животных. Ты устроил аквариум озера, а потом перестал чистить там дно, подменять воду. Какой это будет водоем? Это аквариум пруд. У любителей он встречается часто. Когда такой водоем только что устроен, он ничем не отличается от аквариума озера, но постепенно копится ил на дне, перерабатываются гниющие частицы растений, отходы животных. Изменяется и вода, в ней накапливается все больше и больше органических веществ, она становится кислее. А если растения хорошо растут, они потребляют растворенные в воде соли, превращают их в вещество своего тела. В этом случае вода становится мягче. Постепенно меняется и население, которое может жить в этом аквариуме. Из растений, прежде всего, погибает зубчатая ладея, старая вода ее не устраивает. Потом начинают хуже расти амбулия, потом папоротник, рдес, и в конце концов, после длительного стояния воды, хорошо будут расти только криптокории. В старом аквариуме пруде хорошо себя чувствует далеко не каждая рыба. Даже живородки начинают в нем хуже размножаться. А барбусы и вовсе никогда не размножаются. Зато многие другие виды рыб живут здесь прекрасно, лучше, чем в аквариуме с переменной водой. В аквариуме пруде из тепловодных рыб лучше всего живут лабиринтовые и кромечущие зубастые карпы, радужная рыбка. Уход за аквариумом прудом прост, только надо запомнить следующее. Взамен испарившейся воды лучше подливать воду дистиллированную. Если подливать водопроводную, то сосуденность воды в аквариуме будет непрерывно возрастать. Так как дно не чистят, кормить рыб нужно особенно осторожно, излишки корма испортят воду. Изменения происходящие со временем в аквариуме пруде очень похожи на то, что случается с настоящим прудом во время его старения. В аквариуме настоящего болота не образуется, но признаки заболачивания все же имеют место. Посмотри на свет на воду очень старого аквариума пруда. Она коричневая, точно такая, как и в настоящем болоте. Такая старая вода имеет особые свойства. Растения в ней растут плохо. Если погибла рыба и упала на дно кусочек несъеденного корма, он долго не гниет, так как гнилостных бактерий почти нет. Многие рыбы чувствуют в старой воде себя превосходно. Вот например лялиус. Он заболевает в свежей воде, если температура опускается ниже 18 градусов, а в очень старой воде зимуют даже при 15 градусах. Происходит это потому, что в старой кислой воде не живут не только гнилостные, но и большинство болезнетворных бактерий. Именно на этом и основано применение старой воды для лечения многих рыбьих болезней. Помимо лялиуса в заболоченном аквариуме хорошо живут и все другие лабиринтовые рыбы. Но что же дальше происходит с заболоченным аквариумом? Если не почистить дно, не переменить своевременную часть воды, не омолодить водоем, то ил может начать пузыриться. Корни растений гнить и на поверхность будет всплывать газ метан. Тогда нужно бить тревогу, аквариум погибает. Но случается это через много лет существования водоема. Скорость старения аквариума зависит от многих причин. Главным образом от количества света и температуры. Теплый, очень светлый аквариум мало стареет. Органические вещества в нем почти полностью перерабатываются, образуя углекислый газ. Также он пишет 1-2 раза в месяц нужно проводить чистку водоема с частичной подменой воды. Я закончил цитирование, теперь коротко вывод по этой книге. 1. В основе создания нормального аквариума правильное соотношение между количеством растений и количеством рыб. Чем больше растений и чем меньше рыб, тем обычно легче уход за аквариумом. 2. Аквариум пруд, то есть аквариум без подмен или с редкими подменами, это один из естественных способов содержания аквариума. 3. Скорость старения такого аквариума зависит от условий его содержания, и при правильном его содержании органические вещества в нем почти полностью перерабатываются, и такой аквариум может погибнуть только через много лет своего существования. 4. Хорошо растущие растения в таком аквариуме потребляют растворенные в воде соли и превращают их в вещества своего тела. 5. В таком аквариуме со временем вода стремится стать мягче и кислее, а следовательно понижается жесткость воды. 6. По ходу понижения кислотности воды в ней будет меняться видовой состав растений и рыб. 7. В аквариуме длительное время без подмен воды не могут жить гнилостные и болезнетворные бактерии. Это благоприятно действует на рыб, и такая вода сама по себе начинает обладать лечебными свойствами. 8. В книге 1970 года издания, с учетом имевшихся тогда возможностей фильтрации, аэрации и т.д. даются рекомендации по подмене воды 1-2 раза в месяц. 9. Автор совершенно естественным считает содержание аквариума без подмен воды, разъясняя главные условия и понятия для такого вида аквариума. А теперь переходим к известным современным авторам и знатокам аквариумистики с мировым именем. 10. Дианы Вальдштадт. Кто не знает, она по образованию микробиолог, много лет проработала в области медицинских и биологических исследований в Университете Северной Каролины США. 10. Всю сознательную жизнь Диана увлекалась аквариумистикой и в 1999 году издала книгу «Экология растительного аквариума», в которой подробно изложила конструктивные подходы к содержанию аквариума и выращиванию в них растений, собрала сведения о биологии растений и водорослей. 10. В своей книге «Экология растительного аквариума» она прямо высказывается, цитирую, «В хорошо налаженных аквариумах частая подмена воды не нужна, и если все идет хорошо, я подмениваю от 25% до 50% воды 1 раз в 6 месяцев. 10. Если в аквариуме имеется плодородный субстрат, рыбу хорошо кормят и аквариум не очищают постоянно, то искусственная подкормка растений СО2 микро- и макроэлементами не требуется. В свои аквариумы я удобрений не добавляю. 10. В идеале вода не должна быть очень мягкой. В мягкой воде истощен запас жестководных питательных элементов, кальций, магний, калий, серый и т.д. Вдобавок вода часто имеет низкую щелочность, что может означать быстрое изменение PH. Мягкая вода не может обеспечить хороший общий рост растений. В частности, плавающие растения будут требовать некоторой жесткости воды. Водные растения защищают рыб от ядовитого аммиака, нитритов и тяжелых металлов. Представление о растениях как в очистителях воды основывается на трех фактах. 1. Водные растения охотно поглощают тяжелые металлы. 2. Гуминовые вещества из разложившихся растительных тканей нейтрализуют тяжелые металлы. 3. Водные растения охотно поглощают аммиак и нитриты. Любители могут защитить рыб от токсинов тяжелым трудом, например, частой подменной воды, очисткой гравиосифоном и усиленной фильтрацией. Однако, если предоставить шанс, растения могут очистить воду естественным способом и без усилий аквариумиста. По моему мнению, способность растений очищать аквариумную воду и защищать рыб прискормно недооценена. В моих аквариумах тремя основными источниками необходимых питательных веществ являются рыбный корм, вода и грунт. Большинство обычных грунтов содержит огромный резерв железа и других микроэлементов. К тому же, при погружении грунта в аквариум, анаэробные условия гарантируют, что микроэлементы будут легко доступны растениям. Корм это отличное удобрение не только потому, что он содержит все питательные вещества, необходимые растениям, включая углерод и микроэлементы, но и потому, что он относительно безопасен. Так как в процессе метаболизма рыб и бактерий питательные вещества выделяются медленно и мелкими порциями. Для растения это, вероятно, лучше, чем добавление больших доз неорганических удобрений с недельными или месячными интервалами. Ну и это дешево. По моему мнению, если в аквариуме содержится не менее 2 мг на литр нитратов и слой грунта, то питательных веществ для растения должно быть достаточно. Любители должны пользоваться некоторыми рекомендациями относительно того, насколько часто необходимо чистить аквариум. Но определенно выгода от ограничения уровня питательных веществ в аквариуме путем недокармливания рыб, частой подмены воды и очистки гравия, но с последующим возвратом всего этого в виде растительных удобрений будет небольшая, не говоря уже про затрату сил. Заканчиваю цитирую. Все доводы и аргументы, заявленные Вольдштадт в своей книге, подкреплены опытом, исследованием с указанием огромного числа ссылок на многочисленных других авторов. Так, Томас Барр, американский аквариумист, живущий в Сан-Франциско, целенаправленно занимающийся аквариумными растениями с 1989 года, по образованию являющийся биологом, имеющий многочисленные статьи в различных мировых изданиях. В своей книге «Развитие метода» Дианы Вольдштадт заявляет. В то время, как основное внимание в окружающем интернет-сообществе сосредоточено на акваскейперских методах усиленного снабжения растений CO2, Диана Вольдштадт представила сильные аргументы для похожих травников без введения CO2. Она утверждает, что нет необходимости в тестах, сменах воды, частой стрижке, дозировании, то есть работе, которой не нравится большая часть аквариумистов. Он согласился с тем, что воду в аквариум можно не менять. Он согласился с Дианой Вольдштадт, что рыбьи выделения являются удобрениями, которые вносятся в аквариум каждый день. Грек Ватсон в своей книге «Стратегии удобрения водных растений» про бездиоксидно-углеродный низкотехнологичный аквариум пишет. Некоторые люди предпочитают содержать низкотехнологичные аквариумы, это аквариум с относительно слабым светом и с дополнительным снабжением CO2. Существует очень много подходов для обеспечения здорового, хорошо сбалансированного аквариума такого типа. Я надеюсь, что многие люди развивали низкотехнологичный подход в начале своей активности в качестве аквариумистов-любителей. В конце концов, мы же все содержали аквариумных рыбок в простых низкотехнологичных аквариумах более 150 лет. Диана Вальдштадт яркий приверженец низкотехнологичного подхода к содержанию аквариума. Этот подход базируется на использовании толстого слоя садовой земли в аквариуме, прикрытого обыкновенным гравием. Диана рекомендует немного плавающих растений или позволить некоторым растениям вырастать из воды над поверхностью, воды, где они могут получать много СО2 из атмосферы. Это позволяет контролировать рост водорослей при таком подходе. При этом подходе нужно малое количество замен воды, поскольку растения очищают воду до изначальной чистоты, поглощая аммоний, метриты и нитраты, производимые рыбой, попадающие в воду из рыбьего корма и рыбьих фекалий. Теперь подведем итог под написанным этими авторами и их мнением. При понимании процессов, происходящих в аквариуме, организация содержания аквариума без подмен воды или с минимальным их количеством, без внесения специализированных УДО, без СО2, совершенная норма. Водные растения и бактерии защищают рыбу от накопления в воде аммиака, нитритов, тяжелых металлов, нитратов, фосфатов, возвращая ее в первоначальное состояние, без накопления каких-либо вредных веществ. Наличие достаточного слоя грунта, в том числе обычной земли, является залогом и безопасностью растительного аквариума, а также основным источником СО2 и удобрений. В одном из журналов «Морской аквариум» за 2006 год в рубрике «Грунты и удобрения» была опубликована статья Слава Юдакова, под названием «Садовая земля в растительном аквариуме», в которой он продробно раскрывает метод содержания Дианы Вольтштадт и констатирует. Уход за аквариумом в стиле Дианы Вольтштадт сводится в основном к поддержанию чистоты стенок, доливе воды взамен испарившейся и кормлению рыб. Как показала серия тестов воды в моих аквариумах, содержание нитрата никогда не превышает 20-40 мг на литр, а вообще имеет тенденцию стремиться к нулю. Это говорит о том, что внушающий страх ленивых аквариумистов подмены воды в этих аквариумах не нужны. Единственной нетривиальной проблемой становится регулярная обрезка и прополка бурно развивающихся растений. Далее он приводит пример аквариума. Это стандартная модель отечественного производителя, емкостью около 150 литров в возрасте 1 год и 3 месяца после запуска аквариума. За это время из аквариума был изъят, а без преувеличения несколько ведер различных растений, в том числе криптокарины и папоротников, а не просто быстрорастущие для настебельки или волеснерии. Из рыб в этом аквариуме живут барбусы, несколько видов хороцин, мраморные боцы и полтора десятка сиамских водорослеедов, всего более 120 особей. Все эти рыбы выросли здесь, начиная с подросткового возраста. Они имеют прекрасную окраску и прямо таки выставочный вид. Большинство видов непрерывно нерестится в зарослях яванского мха. Все это время рыбы получали исключительно сухие корма. Также очень интересным является тот факт, что за все это время в этом аквариуме ни разу не подменивалась вода, только периодически доливалась взамен испарившейся. При этом содержание нитрата в воде никогда не превышали 50 мг на литр. Да и то только в первые 3 месяца жизни аквариума. В дальнейшем концентрация нитратов стабилизировалась на уровне 10-20 мг литр. Можно считать, что подобный аквариум с земляным грубнутом максимально приближен к самодостаточной экосистеме, с идеальным биологическим равновесием, создание которой волнует умы аквариумистов вот уже более 150 лет. Органический азот вносится в аквариум с рыбьим кормом в виде мочевины и продуктов разложения белка поступает в воду. Этот органический азот благодаря процессу минерализации переходит в аммиак и аммоний, которые в свою очередь частично потребляются растениями и водорослями, а частично при участии различных бактерий окисляются до нитрита и наконец до нитрата. Эта классическая схема миграции азота в аквариуме завершается почти полным потреблением нитрата растениями. ЦИКЛ ЗАМЫКАЕТСЯ ЦИТИРОВАНИЕ ЗАКОНЧИТО Вывод очевиден и понятен. 1. Аквариум без подмен воды совершенно нормальная форма существования замкнутой биосистемы, когда все, что выделяется рыбами, перерабатывается бактериями и потребляется растениями. 2. В таком аквариуме без подмен прекрасно растут растения, живут нерестятся и не болеют рыбы. 3. Отсутствуют водоросли. На этом цитирование уважаемых и авторитетных источников Думы можно закончить и перейти к испытательной, так сказать, исследовательской части. А конкретно к эксперименту, проведенному Сергеем Ермолаевым, по содержанию растительного аквариума без подмен воды более года. Описание эксперимента автором. Эксперимент растительный аквариум без подмен воды. Цель. Выяснить возможность нормального существования растительного аквариума без регулярных подмен воды, и в принципе без подмен, только с доливом чистой воды после фильтра осмоса взамен испарившейся. Объектом эксперимента стал мой домашний аквариум на 70 литров, 60 литров воды, который был уже и так довольно старым. Грунт в нем был засыпан еще два года назад, поэтому в нем накопилось много ила. И вот с апреля этого года, а это уже полгода, как в нем не делались подмены, воды вообще, только долив воды. В аквариуме много растений, поэтому, что цель эксперимента – понять, насколько растений и каким видом нужны подмены воды. Раз из аквариума ничего не уходит, ведь подмен воды нет, тогда важно знать, что в него попадает, хотя материя из нее уходит в виде отстриженных растений. В аквариуме производится подача СО2, это основное пополнение аквариума материи. Второе – это удобрения. Я использовал макро, микро, железо, калий. Никаких добавок в виде растворов отдельных элементов не использовал специально, чтобы потом желающие могли повторить мой опыт из доступных материалов. Также ежедневно кормил рыбу. Примерно через полтора года эксперимента без подмен внимание с внесением макро и микро удобрений Ермолаев констатировал 1. Растительный аквариум без подмен воды имеет место быт, но происходит постепенное накопление микроэлементов. 2. КАШ и ПАШ воды понизились. 3. Зеленый налет на стеклах образуется медленнее, чем с подменами. От себя добавлю про этот эксперимент. За полтора года внесения макро и микро удобрений в аквариум с рыбами всего лишь наблюдается несущественное накопление ряда элементов и некоторое нарушение роста малого количества растений из огромного количества имеющихся у него в аквариуме растений. Вдумайтесь в это! Для желающих ознакомиться с деталями эксперимента и правильностью моих выводов оставлю ссылку под видео. Вот мы и подходим к завершающим выводам и итогам сегодняшнего видео. 1. Содержание растительного аквариума без подмен полностью, а тем более с незначительным количеством подмен совершеннейшая норма. 2. Содержание растительного аквариума без подмен строится на двух основных принципах – наличие благоприятного биобаланса и работе всех видов бактерий, а также большом объеме хорошо растущих растений. 3. Бактерий фильтрации в аквариуме должно быть столько, сколько надо, чтобы своевременно и быстро переработать все выделяемое гидробионтами в аквариуме, без накопления в воде и грунте особо опасных элементов, таких как амниак, аммони и нитриты, и отсутствие накоплений избыточной органики. 4. В аквариуме должно быть столько растений с хорошим ростом, сколько могло бы полностью потребить все образовавшееся и выделенное бактериями, в том числе нитраты, фосфаты и микроэлементы. 5. В аквариуме должно быть столько гидробионтов, сколько не перегрузило бы работу бактерий и оставило бы для бактерий достаточное количество кислорода. 6. В аквариуме должно быть столько гидробионтов или имеется такой питательный грунт, сколько позволит снабжать необходимыми макро и микроэлементами для хорошего роста растений. 7. В аквариуме должен быть такой грунт и такого объема, которые позволили бы максимально заселиться колониям бактерий и максимально эффективно обеспечить протекающие аэробные и анаэробные процессы во всех его слоях с образованием питательного ила. 8. В аквариуме должна быть такая аэрация, которая являлась бы достаточной для дыхания гидробионтов, бактерий, а также растений в темное время суток. 9. Наличие плавающих растений и растений растущих из воды существенно облегчат содержание аквариума без подмен воды. 10. Содержа аквариум без подмен воды, надо контролировать естественное понижение жесткости и кислотности в старой воде. 11. При правильном соблюдении условий содержания аквариума без подмен воды, жизнь такого аквариума спокойно составит более 10 лет. Уверен, что любой здравомыслящий человек извечет много полезного из услышанной информации, даже продолжив содержать аквариумы с подменами воды. Данный ролик ни в коем случае не является критикой содержания аквариума с необходимыми и обдуманными подменами, и не является призывом отказаться от подмен воды как таковых. Эта попытка авторитетно, научно и наглядно развеять мифы о невозможности содержания аквариума без подмен и раскрыть главные принципы возможностей такого содержания. Этим видео я еще раз наглядно пытаюсь показать, насколько голословно и недостоверно преподносится информация во многих источниках аквариумистики, насколько опасно верить только одному источнику, каким бы он на первый взгляд не показался авторитетным. Я пытаюсь заставить зрителей разобраться самим в любом вопросе и принять правильное решение, основываясь на своих целях и имея свои возможности. В очередной раз призываю ни в коем случае бездумно не повторять что-либо и за кем-либо. Как всегда, предлагаю не стесняться и высказать свое мнение в комментариях по данному вопросу. Особенно будет интересен возможный ваш опыт содержания аквариума без подмен. Аргументированность и информативность комментарий приветствуются, но выплеск просто эмоций тоже кому-то поможет. Всем спасибо за просмотр и отдельное огромное спасибо зрителям и меценатам канала, они указаны в описании под видео. Там же указаны ссылки на озвученные и использованные источники. Всем удачи и аквариумистического счастья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok